Деньги белорусской экономики В этом 5 месяцев на 1 июня широкая денежная масса выросла на 34%. При таком росте, почему мы удивляемся, что у нас инфляция за 5 месяцев составила 25,4%. При таком росте, почему мы удивляемся, что у нас есть проблемы с валютой, потому что валюта такими темпами в страну не притекает. Тем более есть обромные долги, которые нужно отдавать корпоративному сектору, финансовому сектору. Это достаточно серьезный показатель дисбаланса. Причем, когда мы говорим про то, а кто же делает вот эту эмиссию, кто же печатает деньги в Национальный банк, кто ему велит, конечно же, это не решение, я думаю, Совета директоров Национального банка, это не решение правительства, это решение, конечно же, которое принимается на самом высоком уровне. Причем еще один показатель интересный, М2, это рублевая денежная масса, она за 5 месяцев увеличилась на 21%. Опять деньги живые, деньги быстрые. И вот в этой ситуации, конечно же, такой очень мягкой политики не может не случиться инфляция. И здесь целый ряд проблем, которые я вижу в политике Национального банка сегодня. С одной стороны, очень хорошее решение об удорожании рублевых кредитов, то увеличение процентной ставки до 18%. С другой стороны, мы видим, как Совет министров повышает компенсации бюджетникам на 25%. 25% бюджетников компенсации. Получается, что все эти деньги, которые печатает Национальный банк, вдруг все будут выливаться в доходы населения, население не доверяет белорусскому рублю, население будет скупать валюту, скупать импортное или другие товары, пытаться, собственно, каким-то образом защитить себя от грозящей или ожидаемой девальвации. Вот такая очень нехитрая ситуация. И характерно, что в этом всем конфликте, в этом всем кризисе мы не видим никакого вообще слаженности действий. Как только появился решение или проект решения, который выработали в Министерстве финансов, в Совете министров, о возможности уплаты налога в валюте, Национальный банк издал устами своего пресс-сегитаря, сказал, что это не оппозиция Национального банка, Национальный банк против такого резкого сокращения сферы применения белорусского рубля. Так вот, нет согласования, нет единой политики между Национальным банком и Советом министров. Эта озвученная истина становится фактором углубления экономического кризиса. И когда сходятся в одном месте три фактора. Активная работа денежно-печатная станка, сокращение валютного предложения и рост спроса на валюту. И наконец-то кризис доверия к валюте неизбежна будет и инфляция, и девальвация. И в этом виноват и Национальный банк, и те люди, которые приказывают ему увеличивать деньги такой скорости.